Жизнь на Земле — это случайность? По крайней мере, отчасти. Что за двойника девятой планеты обнаружили ученые? Темное пятно на Нептуне странно себя ведет? Обо всем этом и многом другом мы поговорим прямо сейчас в 70-м выпуске Астрообзора. Я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Да, и в конце видео будет небольшое объявление насчет следующего выпуска. То, что мы существуем — это большая удача. Ну, кто-то, наверное, может поспорить с этим утверждением, но я не о том, хорошо это или плохо. Я скорее о том, что существование сегодня высокоразвитой жизни, да и вообще жизни на нашей планете, по крайней мере, отчасти обязано случаю. Об этом рассказывает новое исследование, вышедшее в журнале Nature. Вообще, на первый взгляд это может показаться очевидным. В конце концов, если разбирать, сколько всего должно было совпасть, чтобы в конечном итоге мы сейчас тут с вами находились... Кстати, напишите в комментариях, если бы вам было интересно видео, где я собрал бы такие факторы вместе. Но все же, о чем конкретно это исследование? Сегодня уже открыты тысячи экзопланет. И имея эту статистику, ученые достаточно уверенно говорят, что в нашей галактике может быть триллион планет. Недавно я в астрообзоре рассказывал о том, что по некоторым оценкам в Млечном пути могут быть сотни миллионов, если не миллиарды, планет, пригодных для жизни. В том исследовании речь шла о звездах, подобных Солнцу и планетах на таком расстоянии от звезды, на котором на поверхности планеты может быть вода в жидком состоянии. Один из ключевых ингредиентов для жизни. Плюс учитывался характер излучения звезд. Но тут, конечно, мы пока очень ограничены тем, что мы толком не можем проверить напрямую, каковы сейчас условия на этих планетах. Но даже если предположить, что на каких-то из них в определенный момент времени есть условия, пригодные для известной нам жизни, если мы хотим узнать, а может ли там быть именно жизнь, а не просто условия, возникает вопрос, как долго эти условия сохраняются. У нас есть только один хороший пример, и это Земля. И на Земле существует жизнь, ну и, соответственно, условия, пригодные для нее на протяжении 3-4 миллиардов лет. При этом за этот срок светимость Солнца увеличилась на 30%. Происходили различные катаклизмы, и климат на Земле сбалансирован так, что из-за каких-то событий или изменений наша планета достаточно быстро могла бы стать или замерзшей, или горячей безжизненной пустыней. Есть разные гипотезы, пытающиеся объяснить такую удивительную стабильность земного климата. Ну а в новом исследовании автор Тоби Тайрелл из университета Саутгэмптона пытается найти ответ на вопрос, возможно ли это только благодаря какому-то механизму, стабилизирующему климат, или это вообще чистая случайность и нам просто повезло. Для этого автор использовал компьютерное моделирование. Но если раньше симуляции и пригодности для жизни фокусировались на одной планете, в Земле, то в этом исследовании с использованием суперкомпьютера была смоделирована эволюция климата на сотни тысяч виртуальных планет. Конечно, при таком количестве планет не моделировались детальные условия, а фокус был на одном параметре — на поверхностной температуре. Как она менялась на протяжении трех миллиардов лет, как под воздействием случайных кратковременных событий, которые могут повлиять на климат, так и долгосрочного изменения климата, например, под воздействием изменения светимости родительской звезды. Падала ли температура в течение трех миллиардов лет ниже критической точки, или поднималась ли слишком высоко? И чтобы собрать статистику, для каждой из ста тысяч виртуальных планет было проведено по сто симуляций. Ну а далее, уже имея результаты, автор проверил, сохранялись ли обитаемые условия на протяжении трех миллиардов лет у одних и тех же конкретных планет, либо постоянно у разных планет с определенным шансом. В итоге, из ста тысяч планет, восемь тысяч семьсот оставались пригодными для жизни на протяжении всего срока хотя бы один раз. Из этого набора восемь тысяч сохраняли обитаемость менее пятидесяти раз из ста прогонов симуляции, а больше половины, четыре тысячи пятьсот, имели успех меньше десяти раз. В общем, вывод такой, что подавляющее большинство планет, которые оставались пригодными для жизни, делали это лишь с определенной вероятностью, а не гарантированно, например, из-за каких-то особых условий. Так что, согласно этому исследованию, удача, ну, по крайней мере, частично играет роль, даже если есть некий механизм, стабилизирующий климат. И это становится понятно на конкретных примерах. Скажем, будь объект, упавший на Землю, который связывают с вымиранием динозавров значительно больше, или упади он в другое время, он мог бы привести к еще более ужасным последствиям. Или произошла бы какая-то чудовищная вспышка на Солнце, или вспыхнула околоземная сверхновая и так далее. Так что, несмотря на несколько крупных вымираний в истории Земли, когда исчезала значительная часть видов на нашей планете, нам в некотором смысле везло, потому что все могло быть еще хуже. И сложно воспринимать тот факт, что наша Земля остается миллиарды лет пригодной для жизни, как что-то само собой разумеющееся. Еще один из основных выводов исследования заключается в следующем. Мы часто говорим о потенциально пригодных для жизни экзопланетах, но может оказаться так, что даже если планета изначально и имела условия, похожие на земные, очень вероятно, что на протяжении миллиардов лет этим планетам везло не так, как нам. И даже если мы слышим новости об очередном двойнике Земли в реальности, он может быть таким же двойником Земли, как Венера или Марс, а то и еще хуже. Так что в таких случаях надо ждать дальнейших исследований, когда мы уже будем уверенно знать, каковы реальные условия на таких предполагаемых двойниках Земли. Андрей, дальше будем снимать? Эх, пардон, прилег тут немного на кресле. Cougar Armor Royal. И этот выпуск выходит при поддержке компании Cougar, немецкого производителя девайсов, столов и кресел премиального уровня. Я думаю, я не один такой, кому много приходится сидеть. Пока я пишу сценарий для роликов, в недолгие периоды отдыха, когда есть возможность во что-то поиграть, а сейчас еще и многие стали работать из дома. Так что хорошее ортопедическое кресло – важная штука и для комфортной игры, и для работы. Cougar Armor Royal напоминает кресло из дорогой машины. Тут и высокая задняя спинка, которая как бы обнимает поясницу и поддерживает шею, сводя к минимуму напряженность. Высококачественная дышащая ПВХ кожа для оптимальной вентиляции, а для дополнительной поддержки целых две подушки. 3D-подлокотники можно регулировать для любого положения рук, настраивать по всем направлениям. Полностью стальная рама выдерживает до 150 килограмм и регулируется высота сидения. Ну и, конечно, можно сделать это. В общем, такое крутое кресло может быть отличным подарком к наступающим праздникам или себе, или близкому человеку. До 31 декабря будет действовать новогодняя скидка 20% на все кресла и столы Cougar по промокоду COSMOS20. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности. А сейчас космическая подборка. 14 декабря было полное солнечное затмение. Правда, у нас его видно не было, а наблюдать его можно было в Южной Америке. А на этой анимации из снимков спутника Ghost 16 хорошо видно тень от затмения, пересекающую Южную Америку. Может быть, это изображение, полученное в обсерватории Кека, не кажется впечатляющим, однако на нем мы видим прямое изображение открытого коричневого карлика на орбите звезды, очень похожей на Солнце. К изучению гравитационных волн теперь присоединилась еще пара китайских спутников в космосе. А еще после трагического закрытия и разрушения телескопа Арисиба Китай объявил, что они приглашают международных ученых использовать их 500-метровый телескоп FAST, который, по сути, остался единственным инструментом подобного рода в мире после потери Арисиба. В прошлом выпуске я рассказывал об успешном заборе лунного грунта китайской миссии Чань-Э-5. А теперь образцы грунта успешно доставлены на Землю. Ну и, конечно говоря о доставленных образцах, нельзя не сказать об успехе японской миссии Хаябуса-2. В прошлом обзоре я говорил, что капсула приземлилась в Австралии. С тех пор образцы уже доставили в Японию, и теперь у нас есть вот такие фотографии непосредственно самого образца. Круто, что его так много, особенно учитывая, что первая миссия Хаябуса доставила лишь полторы тысячи микрогранул образца с другого астероида Итакава. Теперь будем ждать исследований и научных результатов. А еще напишите в комментариях, кому повезло с погодой и кто пронаблюдал редчайшее сближение Юпитера и Сатурна в небе. У меня есть пустыня, у меня есть Юпитер, пустыня на Юпитере. Естественно, вы скажете, какая еще пустыня на газовом гиганте? Конечно, пустыня тут в кавычках, но давайте по порядку. За всю историю исследования космоса Юпитер посещала всего несколько аппаратов, а по целенаправленному изучению Юпитера с его орбиты было лишь две миссии. Сейчас этим занимается аппарат Юнона, а с 95 по 2003 его изучал аппарат Галилео. На аппарате был установлен спускаемый зонд, который в 95-м отсоединился от главного аппарата и направился в атмосферу газового гиганта. Во время спуска он измерял давление, температуру, скорость ветра и другие параметры и передавал данные примерно до глубины в 150 километров, пока не разрушился. Так вот, данные, которые тогда были получены с зонда, удивили ученых. Условия, в которых оказался зонд, отличались от того, что они ожидали увидеть. Атмосфера была более плотной, горячей и сухой. Тогда ученые решили, что зонду, скажем так, повезло попасть в так называемое горячее пятно. Это такие сравнительно небольшие локальные участки, своеобразные аналоги пустыни, но для газового гиганта, которые перемещаются по северному экваториальному региону. И вот теперь уже аппарат Юнона получил новые данные, которые говорят о том, что все не совсем так. Юноне, чтобы заглянуть вглубь облаков, не нужно сбрасывать зонд, потому что на ней установлен микроволновый радиометр, который способен заглянуть даже глубже. И данные радиометра показывают, что зонд Галилео тогда попал не просто в локальный сухой участок, а что весь северный экваториальный пояс, вот эта широкая коричневая полоса в атмосфере планеты, в целом более сухой участок, чем остальная атмосфера Юпитера. А то, что наблюдалось как горячие пятна, это на самом деле своеобразные окна, прорехи в северном экваториальном поясе, сквозь которые можно заглянуть глубже внутрь планеты и зарегистрировать более сухие условия. Вот, кстати, снимки одного из таких пятен, сделанные Юноной. Такие прорехи окружены облаками и активными штормами. И недавно там были обнаружены признаки молний, которые, в отличие от Земли, возникают не в водяных облаках, а в облаках со смесью воды и аммиака. И все это может быть связано с необычной сухостью региона. Ученые считают, что в областях, где видны молнии, формируется необычное подобие града из воды и аммиака. Эти частицы становятся тяжелыми и опускаются вглубь атмосферы. Из-за этого возникают регионы с недостатком воды и аммиака, которые видны как сухие области. Но когда этот своеобразный град опускается достаточно глубоко, он тает, испаряется и становится вновь виден для инструментов Юноны. Ну, раз уж мы говорим о планетах-гигантах Солнечной системы, темный шторм на Нептуне странно себя ведет. Вообще, сами по себе темные штормы на этом ледяном гиганте не в новинку. Их обнаруживал еще Voyager 2, до сих пор единственный аппарат, посетивший планету. А за последние 30 лет телескоп Хаббл наблюдал еще 4 таких темных пятна. Темный цвет штормов, возможно, обусловлен их вертикальной структурой. Вероятно, воронка поднимает из глубины атмосферы более темные облака. По-прежнему точно неизвестно, как именно они формируются. Но вот что необычного случилось с последним пятном? Обычно они формируются в средних широтах, а затем мигрируют к экватору, где из-за ослабления эффекта Криолиса исчезают. Но в этом году шторм почти 7500 километров в поперечнике, двигаясь, как обычно, к экватору, вдруг взял, изменил направление и отправился обратно к северу. И такое поведение наблюдается впервые. Кроме того, было обнаружено еще одно пятно поменьше, которое, возможно, изначально было частью первого пятна. Возможно, с отсоединением этого фрагмента связаны изменения направления главного шторма, но точные причины пока неизвестны. Будем надеяться, что когда-нибудь уже случится полноценная миссия к ледяным гигантам, и такие интересные процессы не придется наблюдать только с орбиты Земли. Может, ученые еще и не обнаружили планету 9 в нашей Солнечной системе, зато они могут посмотреть на ее прошлое. Ну, типа того. Ученые нашли экзопланету, по некоторым свойствам напоминающую предполагаемую планету 9, ну, точнее, открыли экзопланету еще в 2013. Но только сейчас появились данные о ее орбите, что и указало на сходство. Изучая такую планету, можно узнать кое-что и о планете 9. Но вы скажете, Андрей, успокойся, какое еще сходство с планетой, которую еще даже не обнаружили? А я объясню. Напомню, что один из основных аргументов в пользу существования планеты 9 – это особое наклонение и группировка орбит нескольких объектов за пределами орбиты Нептуна. Поведение этих объектов можно объяснить тем, что на них влияет какое-то массивное тело в 5-10 земных масс. Девятая планета. Которую, правда, пока еще не обнаружили напрямую. Вот по этим гравитационным эффектам, которые гипотетическая планета 9 оказывает на транснептуновые объекты, можно рассчитать ее приблизительную, предполагаемую орбиту. Если она существует, то ее орбита сильно отличается от орбит других полноправных планет Солнечной системы, у которых орбиты, хоть, конечно, и не являются идеальными кругами, все же вытянуты не сильно. А еще 8 планет движутся, хоть и с отклонениями, но близко к плоскости эклиптики Солнечной системы. А вот у планеты 9 орбита должна быть очень вытянутой и быть сильно наклонена. И интересно, как она могла оказаться за сотни астрономических единиц от Солнца и приобрести такие необычные орбитальные характеристики? Есть версии, что она вообще изначально могла сформироваться не в нашей Солнечной системе, а была захвачена из-за ее пределов. Об этом я рассказывал в 62-м астрообзоре. Но еще раньше она могла быть гораздо ближе к Солнцу, и в ранний хаотичный период Солнечной системы ее выбросила на окраину воздействием других тел. Об обнаружении чего-то похожего, но в другой планетной системе и говорится в новом исследовании, вышедшем в журнале The Astronomical Journal. Планета, да и система очень интересная. Вот система в представлении художника. Планета HD 106906b, газовый гигант в 11 масс Юпитера, находится на орбите двойной звезды. Эти звезды расположены достаточно близко друг к другу, и период их обращения — 49 земных дней. Система молодая, ей всего около 15 миллионов лет, и вокруг звезды еще сохраняется околозвездный диск из вещества. Особенно интересно, что система находится достаточно недалеко от Земли, на расстоянии 336 световых лет. И планета HD 106906b открыта не по периодическому падению яркости звезды и другим косвенным признакам, а она среди всего 50 с небольшим планет, которые мы можем увидеть непосредственно на фотографиях. Вот она. А еще на снимке мы отчетливо видим околозвездный диск из вещества, причем видно, что она симметричен, возможно, из-за гравитационного влияния планеты. Как удалось определить орбиту планеты? Планета находится в 730 раз дальше от своих звезд, чем Земля от Солнца, что как раз сравнимо с оценкой расстояния до планеты 9, которые оценивают от 400 до 800 астрономических единиц. Первое время даже было непонятно, движется ли эта планета по орбите вокруг этих звезд, или же она удаляется от них и покидает систему навсегда. Она могла быть сформирована у звезд, а потом быть выброшена в результате какого-то события, и на это даже указывала некоторая деформация вещества в околозвездном диске. В принципе, чтобы оценить орбиту объекта, не обязательно наблюдать всю орбиту целиком. Мы можем проследить за объектом, пока он, скажем, покроет вот такую часть орбиты, и с определенной точностью реконструировать оставшуюся орбиту. Но в случае с HD 106906b, проблема в том, что она так далеко от звезд, что ее орбитальный период, скорее всего, составляет много тысяч земных лет, а с момента открытия прошло всего 7 лет. И тем не менее, с имеющимися данными, ученые пришли к выводу, что планета находится на орбите двойной звезды, а не покидает ее. А для того, чтобы определить возможную орбиту планеты, авторы проанализировали высокоточные архивные наблюдения телескопа Хаббл, которые собирались с 2004-го, еще до официального открытия планеты, до 2018-го года. Но из-за того, что при таких наблюдениях Хаббл специально перекрывает яркие звезды, чтобы можно было увидеть тусклые планеты, было нельзя из наблюдений Хаббла сказать, как вели себя звезды. Поэтому ученые сравнили данные Хаббла с данными по положениям и скоростям звезд из наблюдений Европейской обсерватории Гайя. И имея данные по движению самой планеты и родительских звезд, им удалось рассчитать вероятную орбиту. Она оказалась очень сильно вытянутой, с периодом примерно в 15 тысяч лет, и сильно наклонена от 36 до 44 градусов. Да, стоит сказать, что в коротких пресс-релизах об этом исследовании в детали не вдаются, а просто обычно пишут, определили свойства орбиты. Но с такими ограниченными данными. Для планеты с орбитой в 15 тысяч лет определить ее целиком, со стопроцентной точностью, проблематично. Поэтому, чтобы узнать подробности, лучше всегда почитать само исследование. Моделирование с помощью имеющихся данных показывает разные варианты орбит, но у них много общих свойств. Однако результаты позволяют исключить орбиты в одной плоскости с диском из вещества. И вероятны те параметры, которые я уже назвал. Ну и как планета оказалась там, где оказалась? Основная версия следующая. Сформировалась планета намного ближе к звездам. Диск, внутри которого планета тогда еще находилась, тормозил планету, из-за чего ее орбита снижалась, и она становилась все ближе к звездам. А когда она оказалась слишком близко, двойная звезда своим гравитационным воздействием выбросила планету, и та начала покидать систему. Однако неподалеку пролетала еще одна звезда. В конце концов, система молодая, а звезды, как правило, формируются группами. И они еще не успели существенно отдалиться друг от друга. Так вот, эта звезда стабилизировала орбиту планеты и не дала ей покинуть систему. И она оказалась на такой вытянутой орбите. В каталоге Гая нашли кандидатов в звезды, которые могли сыграть роль такого стабилизатора. Что-то подобное могло случиться и с планетой 9 в нашей Солнечной системе. Ну, опять же, при условии, что она существует, и что она сформировалась здесь, а не была захвачена извне. В общем, мне кажется, очень круто, что мы можем непосредственно видеть планету с такой необычной орбитой. Опять же, напрямую виден околозвездный диск, да еще и удалось измерить движение планеты. Друзья, следующий четверг выпадает на 31 декабря, и в этот день видео не будет. Я уже больше двух лет регулярно выпускаю ролики каждую неделю, и единственную неделю я пропустил в прошлые новогодние каникулы, и в этот раз я решил тоже немного передохнуть. Надеюсь, вы не сильно расстроитесь, а мне нужно чуток выдохнуть. Ну, раз уж 31 мы с вами не увидимся, хочу заранее поздравить вас всех с наступающим 2021 годом, сказать огромное спасибо всем, кто меня смотрит, поддерживает самыми разными способами, и пожелать... Ну, я думаю, вам еще много чего пожелают, а вот себе и вам я пожелаю, чтобы в 2021 году уже наконец запустили Джеймса Уэбба. Ладно, простите. Увидимся через две недели, 7 января, здесь, на канале Космос Просто. А не сделают ли мне видео про астрологию?